Книга Руфь. Глава 1. В те дни, когда управлялись судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких. Имя человека того Елемелех, имя жены его Наимень, а имена двух сынов его Махлон и Хелион. Они были Ефрофяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поле Моавицкие и остались там. И умер Елемелех муж Наимени, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из Моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около десяти лет. Но потом и оба сына ее Махлон и Хелион умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращая в землю иудейскую, Наимень сказала двум снохам своим, «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали. И сказали, «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Наимень же сказала, «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем череве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекрови своей и возвратилась к народу своему, а Руфь осталась с нею. «Наимень сказала Руфи, вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам, возвратись и ты вслед за невесткой твоею. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой бог моим богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили, «Это Наимень». Она сказала им, не называйте меня Наименью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. И вышла отсюда с достатком я, а возвратил меня Господь с пустыми руками. «Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье? И возвратилась Наименья с нею сноха ее Руфь-Моавитянка, пришедшая с полей моавицких. И пришли они в Вифлеем, вначале жатвивши меня. Руфь». Глава 2. «У Наимени был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Вооз. И сказала Руфь-Моавитянка Наимени, пойду я на поле и буду подбирать Колосси по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле Колосси позади Жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, которая из племени Елемелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал Жнецам, «Господь с вами». Они сказали ему, «Да благословит тебя Господь». И сказал Вооз слуге своему, приставленному к Жнецам, «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленная к Жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина-Моавитянка, пришедшая с Наименью с полей Моавитских». Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади Жнецов. И пришла и находится здесь с самого утра до сели. Мало бывает она дома. И сказал Вооз Руфе, «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот, я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей. Откуда черпают слуги мои?» Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Вооз отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала, «Да буду я в милости перед очами твоими, Господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Вооз, «Время обеда, прийди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказав, «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее, да и от снопов откидывайте ей и оставляйте. Пусть она подбирает и ест, и не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около Ефыич меня. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руфь из пазухи своей, и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее, «Где ты собиралась сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала, «Человеку тому, у которого сегодня работало, имя Вооз». И сказала ей Наиминь снохе своей, «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей Наиминь, «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Руфь Мавитянка сказала свекрови своей, «Он даже сказал мне, будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей». И сказала Наиминь снохе своей Руфи, «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Там была она со служанками Воозовыми и подбирала колосси, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Руфь, глава 3. И сказала ей Наиминь свекрови ее, «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Вооз со служанками, которого ты была, родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончат есть и пить. Когда же он ляжет спать? Узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать». Руфь сказала ей, «Сделай все, что ты сказала мне». И пошла на гумно и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Вооз наелся и напился и развеселил сердце свое и пошел и лег спать под листки рда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Вооз, «Кто ты?» Она сказала, «Я, Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Вооз сказал, «Благословена ты от Господа Бога, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся. Я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот города моего знает, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь. Спи до утра». И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Вооз, пусть не знает, что женщина приходила на гумно. И сказал ей, «Подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее». Она держала, и он отмерил ей шесть мер ящ меня, и положил на нее, и пошел в город. А Руфь пришла к свекрови своей. Та сказала ей, «Что, дочь моя?» Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот. И сказала ей, «Эти шесть мер ящ меня он дал мне, и сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками». Та сказала, «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело». Руфь. Глава четвертая. Вооз вышел к воротам и сидел там. И вот идет имя мимо родственник, о котором говорил Вооз. И сказал ему Вооз, «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Вооз взял десять человек из старейшин города и сказал, «Сядьте здесь». И они сели. И сказал Вооз родственнику, «Наимень, возвратившаяся с полей Моавицких, продает часть поля, принадлежащую брату нашему или Мелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать, купи присидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупать, выкупай. А если не хочешь выкупать, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал, «Я выкупаю». Вооз сказал, «Когда ты купишь поле у Наимени, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник, «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, который принимал право родственника. И это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу, «Купи себе». И снял сапог свой и дал ему. И сказал Вооз старейшинам и всему народу, «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимени все Елемелехова и все Хелионова и Махлонова. Также и Руфмавитянку жену Махлонову беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, «Мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство Ефрафи, и да славится имя твое Вифлееми. И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фомарь и Уди, от того семени, который даст тебе Господь от этой молодой женщины. «И взял в его зруф, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины на имени, «Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебя отрадуя и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла на имень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили, «У наимения родился сын, и нарекли имя ему Овид, он отец Иесея, отца Давидова. И вот роды Фареса. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наосона, Наосон родил Салмона, Асалмон родил Ваоза, Ваоз родил Авида. Авида родил Иесея, Иесей родил Давида.